всем привет сегодня я хочу рассказать и показать как меня живет жук зоофобус говорят правильно называть его зоофобас я называю зоофобус как и многие вот это этот жук живет в тропических лесах но и у нас его тоже можно разводить его разводят чтобы кормить всякую живность черепах пауков рыбок ежей но я лично птиц кормлю ими в азии конечно их едят но я этим не занимался вам не советую вот жуки у меня вот так живут по поводу разведения жуки любят большую температуру относительно 25 28 должно градусов быть если будет меньше жуки будут тормознутые не будут размножаться пожалуйста сейчас мы видим процесс размножения вот так они сидят коряжки очень любят поэтому им наложил здесь у меня отруби ну мешок стоит около 200 рублей поэтому хватит ну на очень очень надолго вот еще им нужна влага влагу они у меня получает с картошки вот такую картошку и сделал отверстие все я им положу просто они будут ее кушать залазить и получать от этого влагу еще надо жуков опрыскивать и я опрыскиваю ну где-то два-три раза в неделю ну или по возможности вот в коряжке они еще откладывают яйца вот они здесь под каждой коряжкой жуков здесь немало вот они и я посмотрел уже есть мелочь у меня то есть уже личинки ползают но они мелкие говорят что они могут съедать свои же личинки поэтому я придумал вот такую штуку вот я взял вот такой контейнер сделал отверстие специальные маленькие для того чтобы пересадить сюда жуков они будут откладывать яйца мелочь будет через эти отверстия падать вниз и будут отдельно от приплода жить вот так это все дело будет выглядеть все здесь будут жить жуки там будут жить личинки чтобы личинки там лазили спокойно сейчас я насыпаю так также сюда положу картошку также коряжек положу сюда все они будут здесь плодиться мелочь будет падать туда и не надо их разделять вот так они будут жить все самка она где-то за свою жизнь где-то полторы тысячи яиц будет откладывать там вот на примерно за раз 60 их откладывает поэтому вот так все здесь мы не друг другу уже не будут мешать ну и все все что я хотел рассказать вам все до свидания